В Славянске на Кубани в последнее время уделяется большое внимание адаптивному спорту. 20 июня спорткомплекс «Лидер» встречал спортивные делегации со всего Краснодарского края. Впервые в нашем городе прошло открытое первенство по настольному теннису и стритболу на колясках среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Подробности в следующем материале выпуска. Для игры в настольный теннис нужна быстрая реакция, великолепная координация, способность играть в изматывающем темпе, отличное зрение. И даже вполне здоровому человеку иной раз трудно добиться положительных результатов в этом виде спорта. Но есть люди, которые даже несмотря на свой физический недуг, сильны духом и стараются достичь спортивных побед. Сергей Юрчила начал заниматься настольным теннисом в первом классе. Ещё в детстве, как вспоминает Сергей, спорт помогал ему чувствовать себя нужным, а его успехами гордились родители. И вот уже 16 лет спустя он защищает честь своей команды Славянского района. На краевом открытом первенстве по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Лидером, чтобы быть, должен быть настроен всегда на победу. Это тяжёлый вид спорта. Когда пришёл на этот вид спорта, я думал, он вообще лёгкий. Это адский труд. Каждый раз после тренировки приходишь, ты уставший, сил тебе не хватает. Я много раз хотел его бросить. Но мать мне всё время говорила, если ты издашься, то ты зря занимался. А сейчас я посмотрел, сколько лет я позанимался, то я не зря занимаюсь этим видом спорта. Участники соревнований любят этот вид спорта, активно в нём участвуют. К тому же это отличная возможность пообщаться. Непринуждённо поговорить за игровым столом в этом году собрались команды из восьми муниципальных образований края. Я уверен, что победит, конечно же, сильнейший, но самое главное, что вы встречаетесь, что вы занимаетесь спортом, что вы общаетесь и радуетесь жить. Поэтому рад нас всех видеть. С праздником, дорогие друзья! В Славянском районе большое внимание уделяется спорту. На базе школы «Изумруд» работает отделение адаптивной физической культуры для людей с ограниченными возможностями и повреждением опорно-двигательного аппарата. В Славянском районе уделяется большое внимание адаптивной физической культуре и уделяется со стороны администрации очень большое внимание на нашей базе «Изумруд» конно-спортивной школы. Сейчас по распоряжению главы района Романа Ивановича Снеговска будет построена площадка для инвалидов специально для баскетбольной, для игры в стритбол. И также будет установлен комплекс тренажерный для инвалидов порядка стоимостью около 240 тысяч, который позволит в летнюю и хорошую погоду заниматься людям именно с такими поражениями в опорно-двигательной системе. Наталья Павлюкова занимается настольным теннисом на отделении адаптивной физической культуры в Дю США «Изумруд». Она инвалид с детства и передвигается на коляске. В спорте девушка недавно, всего год. Но благодаря упорным тренировкам и стремлению одержать победу, Наталья имеет все шансы добиться больших успехов в этом виде спорта. Это как бы и общение, и игра. То есть волнующая сначала, а потом очень хочется победить сегодня. На открытом первенстве по настольному теннису Наталья принесла Славянскому району серебро. Также в этот день в спорткомплексе «Лидер» прошли соревнования по стритболу на колясках. В них команда Славянского района заняла второе место. Такие соревнования в Славянске на Кубани прошли впервые, но в дальнейшем планируется традиционно проводить турниры среди лиц с ограниченными возможностями.